Искусство Вятки и Польши объединил художник с итальянскими корнями. В Кирове побывали представители польского музея Эльвира Андриоли, который в XIX веке отбывал ссылку на Вятской земле. И, возможно, в ближайшее время культурные связи Кирова и Польши станут насыщеннее и крепче. Анастасия Каминская расскажет подробнее. Эльвира Андриоли – польский художник, живописец и график, яркий представитель романтизма. Работал в Литве, Польше, Франции. Участвовал в польском восстании 1863 года, за что и был сослан в Вятку. Тогда расписал кафедральный собор, написал несколько портретов, давал частные уроки. Он пребывал здесь в годах 1868 до 1871 года. Потом уехал из Вятки. Но в 1872 году он приехал здесь снова. Мне интересовалось, что такое стало, что Андриоли приехал снова в Вятку. А причина проста – вернулся он из-за заказов. Местная знать была заинтересована в Андриоли как в великолепном портретисте, а русская православная церковь сделала заказ на росписи храмов. Так появились росписи церкви в Слободском и Кукарке. Сегодня наследие Андриоли разбросано по музеям области. Самая большая, конечно же, в музее имени братьев Оснецовых. Ирония судьбы картины мастера хранит музей имени его учеников. Виктор Михайлович к тому времени уже как бы состоявшийся художник. Искал для своего брата, учителя, кто бы мог давать какие-то основы рисунка, наверное, уже живописи. И выбор пал на Эльвира Андриоли, на ссыльного поляка, который к этому времени уже закончил Академию художеств в Петербурге. Роберт Ливандовский начал изучать биографию Андриоли 10 лет назад. На сегодняшний день он основатель музея и фонда имени художника, автор книг и проектов. Самый масштабный из них – празднование 170-й годовщины со дня рождения Андриоли. Меня интересовало Андриоли, потому что я занимаюсь как хобби древней архитектурой в моем городе. Это название этой архитектуры – Швидермайер. Швидермайер – название архитектурного стиля. Произошел он от названия реки Швидер, на берегу которой Андриоли в 80-х годах 19 века построил прекрасные образцы деревянных домов. После Андриоли у этого стиля нашлось много последователей. Заинтересовавшись архитектурой, Роберт Ливандовский не мог обойти стороной творчества художника. Так в географии путешествия этой семьи появилась Вятка. Переговоры с Кировым ведутся с прошлого года. Тогда был и первый визит Роберта и его сына Габриэля на Вятку. Эти поездки помогли мне узнать поближе Россию, ее традицию, культуру. Узнать побольше о творчестве Андриоли, так как это увлечение моего отца. Здесь я понял, что Россия несколько другая, нежели ее показывают в наших масс-медиа. Год спустя с ответным визитом на родине художника побывал директор выставочного зала Кировского музея имени братьев Оснецовых Сергей Пчелинцев. Мы посетили могилу Андриоли, побывали в его галерее, в его парке. То есть имя это для поляков как бы почитаемо, по крайней мере в той местности, где он жил. Планов сейчас у обеих сторон много, один из которых провести Дни Андриоли и на Вятке, и в Польше одновременно. Анастасия Каминская, Игорь Охотников, Вести Кировская область.